В прошлом году размер кадастровой стоимости зданий приравняли к рыночной. Это отразилось на размере налога на имущество. Он рассчитывается как раз исходя из кадастровой стоимости. Таким образом, для некоторых собственников налог вырос в 40 и даже 60 раз. По словам предпринимателей, плата стала неподъемной. Для многих бизнес перестает быть выгодным, и они закрываются. Когда происходит резкий скачок на содержание этого объекта, собственник вынужден либо свернуть бизнес, потому что он становится нерентабельным, то есть прекратить его сдавать в аренду, просто закрыть, навесить амбарный замок и делать с концом. Либо переложить эту стоимость на тех, кто арендует. А что делают арендаторы? Арендаторы предоставляют, продают товары и услуги кому? Населению. Таким образом, в итоге все это перекладывается на население. Размер ставки налога на имущество определяют органы местного самоуправления. Поэтому бизнесмены просят депутатов помочь в решении вопроса и пересмотреть сумму налогов задним числом. Сложность в том, что налог на имущество пополняет городскую казну, и он уже учтен в бюджете на следующий год. Понятно, что тут проблема сопряжена с различного рода бюджетными делами, так сказать, уже спланирован бюджет, исходя из новых ставок и так далее, и так далее. Но при наличии политической воли, при наличии желания, налоговое законодательство позволяет в том числе изменить, уменьшить, снизить, дифференцировать ставки задним числом. Он учтен в доходной части бюджета на следующий год. И это сегодня самый кардинальный фактор. Потому что мы не можем сегодня уменьшить эту сумму, которая сегодня стоит в доходной части уже бюджета на следующий год, не понимая, чем ее можем заместить. В результате дискуссии депутаты и бизнесмены решили создать рабочую группу, где более детально рассмотрят вопросы, попробуют найти компромисс, который устроят все стороны. В этой же группе обсудят варианты изменения налоговой ставки по ОСН.